Всем привет, ребят! С вами Дарья. У меня немножко хрипит голос, потому что я приболела немного, и это уже остатки болезни. Сегодня я хочу поделиться с вами очень хорошими новостями. Это видео будет посвящено тем людям, которые сейчас на данный момент увольняются, в будущем будут без работы, планирующие идти в службу занятости, которые находятся в службе занятости. Не так давно наш президент предложил поднять пособие по безработице, и я не могу не поделиться этими новостями, так как я была на учёте по безработице и получала максимальное пособие. Мне было бы приятно узнать такую новость, и вообще не устраиваться на работу, и вообще не уходить от службы занятости. Ну, кто знал, кто знал, что поднимут пособие. Итак, давайте поговорим о самом главном. Насколько же хотят нам поднять пособие, когда вообще это будет, какой будет размер минимального пособия, кто вообще сможет его получать. Размер максимального пособия составит размер прожиточного минимума на одного человека. Это у нас будет 12 130 рублей. Вдумайтесь в эту цифру. Если раньше максимальный размер пособия был 8 тысяч, то скоро он будет 12 тысяч. Итого у нас повышение пособия произошло на 4 тысячи рублей. Что с минимальным пособием? Минимальное пособие у нас остаётся тем же. Оно у нас составляет 1500 рублей. Кто его сможет получать? Его смогут получать те люди, которые будут состоять на службе занятостей, которые отработали как минимум полгода. То есть у них было больше 1400 рабочих часов. Когда поднимут это пособие? Вообще, точная дата ещё неизвестна. Вообще планируют поднять до 31 декабря 2020 года. Так что я думаю, что в скором времени обязательно поднимут. Раз такой указ вышел, раз уже правовой акт есть, то его поднимут. Также напоминаю, что в 2019 у нас также произошло поднятие пособия по безработице. Максимальный размер был 4 тысячи, подняли до 8 тысяч, а минимальный подняли с 750 рублей до 1500. Выплачиваться будет пособие не разово. А как это делается вообще сейчас? Это между перерегистрациями. То есть, ну, частичная оплата пособия, чтобы вы не пугались, если вдруг вы не получите сразу свои 12 тысяч. Вот, в принципе, и вся новость. Вообще, я очень рада. У нас поднимут пособие по безработице. На 12 тысяч, я думаю, в принципе, можно даже шиковать, потому что на 8, конечно, тяжеловато, когда у тебя коммуналка 6, а вот когда у тебя уже 12, ты умаешь половину на коммуналку отдать, а половину уже на свои нужды потратить. Вообще, хотела бы узнать ваше мнение, как вам эта новость, как вы к ней относитесь, побежите ли вы увольняться после этой новости. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, вас обрадовала эта новость. Спасибо всем за просмотры. Сейчас очень активно смотрят мои видео по безработице, чему я несказанно рада. Так что, ребят, обязательно высказывайте свое мнение, свою позицию. Сидите дома, раз такая ситуация у нас в стране. И если с работой вдруг что-то случается, обязательно устраивайтесь на службу занятости, сдавайте все документы и будьте безработными. В любом случае вас примут, вам обязательно дадут минимальный размер пособия, даже если вдруг вы максимально не получите. Обязательно все будет хорошо, все будет отлично, и настраивайтесь на позитивный расклад. Всем спасибо, всем пока, ребят!